Турецкий язык. Урок номер 22. Исходный падеж. Исходный падеж в турецком языке обозначает начальную точку движения или действия. Отвечает на вопросы. Ким ден? От кого? Ней ден? От чего? И нере ден? Откуда? Имеет два варианта аффикса. Если в последнем слоге слова у нас гласные буквы а, и, о, у, то используем аффикс дан и тан, а если гласные э, и, и или у, то используем аффиксы ден и тен. Если слово заканчивается на гласную или звонкую согласную букву, то используем аффикс дан и ден. Если заканчивается на глухую согласную, то используем тан и тен. И если у нас изофет, то еще добавляется соединительная частица не, и получаем аффиксы дан и ден. Личные местоимения в исходном падеже. Точно так же к личным местоимениям добавляем аффикс исходного падежа. И получаем. Бен ден? От меня. Сен ден? От тебя. Он дан? От него или от нее. Биз ден? От нас. Сиз ден? От вас. Он нардан? От них. Если мы возьмем падежи и выстроим их в логическую цепочку, то у нас получится, сначала идет исходный падеж, потом идет местный падеж и дальше идет направительный падеж. Давайте посмотрим. Вот сначала у нас начальная точка. И на вопрос нереден мы используем в исходном падеже франсадан гельюрум. Я еду из Франции. После того, как мы приехали, прилетели из Франции, мы попадаем в местный падеж. У нас вопрос нереде или нередеим. Где я? Туркедеим. Я в Турции. И после того, как мы побыли в Турции, мы используем дальнейший направительный падеж. Мы куда-то направляемся. На вопрос нереде. Куда? Ингельтерия гельюрум. Я еду в Англию. Сначала откуда? Нереден. Потом мы находимся, присутствие наше. Нереде. Где? И едем куда-то в сторону нереде. Куда? Теперь рассмотрим несколько примеров в исходном падеже. Если у нас объект это имя собственное. Например, Бен Аустралия дан гельюрум. Я еду из Австралии. Есть два значения. Вас могут спросить, Если вы только куда-то приехали, Откуда-то приехали. Если человек вас знает, И вы встретились случайно, Он может спросить, Нереден гельюрум. Откуда ты едешь? Откуда ты приехал? Даже так обозначает. Это может быть город. Это может быть центр города. Может быть какой-то район города. И если этот вопрос задает человек, С которым вы только-только познакомились, То это будет обозначать, Откуда вы? Не откуда вы приехали, А просто откуда вы? С какой страны? Или с какого города? Спрашивают. Точно так же, Как у нас до этого, Есть вопрос такой, Нерелисин, Или Нерелисин из, Откуда вы? Также еще используют, Спрашивают, Нереден гельюрсунус, Или Нереден гельюрсун. И этот вопрос, Бен Аустралия дан гельюрум, Будет обозначать, Я из Австралии. Здесь как бы, Слово гельюрум, Оно просто символично звучит, Если в таком варианте будет использоваться. Следующий пример, Анкара дан, Звонят из Анкары, Анкара дан, У нас Анкара заканчивается на гласную букву, И на твердую гласную, Поэтому используем аффикс дан, Также отделяем имя собственное апострофом, И получаем, Анкара дан, Арьердлаш, Дальше, Из Японии поступают плохие новости. Источник новостей у нас со стороны Японии, Из Японии. Жапония, Точно так же как и Анкара, Заканчивается на твердую гласную, И используем аффикс дан, Разделяем апострофом, Получаем, Теперь рассмотрим примеры, Если у нас объект, Это личное местоимение. Например, Сен бенден не беклиерсу, Чего ты ждешь от меня? Бенден от меня, Получаем, Сен бенден не беклиерсу, Чего ты ждешь от меня? Или, например, Безден сизе хедие, Вам от нас, Безден от нас подарок, Безден сизе хедие. Теперь посмотрим, Если у нас объект, Это указательное местоимение. Если у нас объект указательное местоимение, То, как и в предыдущих падежах, Как вы помните, Мы используем соединительную частицу, Не, И получаем, Аффикс, НДАН, Так как, Все указательные местоимения, Будут заканчиваться, На твердую гласную, То, У нас только один есть, Аффикс, Это, НДАН, Но, С указательными местоимениями, В исходном падеже, Обычно используются, Вспомогательные слова, И, Есть такие, Устойчивые, Как бы, Выражения, Например, БУНДАН ДОЛАИ, БУНДАН, Мы уже переводим, Как, Из-за этого, Да, Из этого, ДОЛАИ, Это, Как бы, Причина, БУНДАН ДОЛАИ, Из-за этого, Благодаря этому, Или таким образом, ОНДАН ДОЛАИ, Из-за того, Или поэтому, Может быть, На вопрос, НЕДЕН, Почему, Или, Отчего, Ответить, ОНДАН ДОЛАИ, Или, БУНДАН ДОЛАИ, То есть, Вы, Вели речь о чем-то, У вас спрашивают, Почему, Вы говорите, Вот поэтому, Да, ОНДАН ДОЛАИ, Или, Например, БУНДАН СОН РА, Используют, Или, ОНДАН СОН РА, Что означает, После этого, Потом, Затем, Дальше, Тоже, Когда вы, Что-то рассказываете, Говорите, Вот, Случилось, То-то, То-то, А потом, Или, После этого, Тогда говорите, БУНДАН СОН РА, ОНДАН СОН РА, Или, БУНДАН БЁЛЕ, ОНДАН БЁЛЕ, Что переводится, Впредь, Отныне, Теперь, Или, С этого момента, Вот, Таким образом, Используются, У нас, Указательные местоимения, В исходном падеже, Дальше, Пример, Если у нас, Объект, Это, Изофет, Например, БОРИС, ЧАЛЫШМА МАСАСЫН ДАН, КИТАП АЛЬЁШ, Здесь, У нас, Изофет, ЧАЛЫШМА МАСАСЫ, Что переводится, Как, РАБОЧИЙ СТОЛ, То есть, Стол, На котором, Работают, Так как, Это, Изофет, То, Мы, Добавляем, Аффикс, Соединительной частицей, НЕ, И получаем, БОРИС, ЧАЛЫШМА МАСАСЫН ДАН, КИТАП АЛЬЁШ, Борис берет книгу, С РАБОЧЕГО СТОЛА, Здесь, Исходный падеж, Обозначает, ТОЧКУ, Начало действия, Да, Откуда он, Откуда взял? Со стола взял, Или, Например, Следующий пример, ИСТИХ ДАМ ДАЙРЕСИН ДЕН, ДАВЕТЬ ЕГЕДЁШ, ИСТИХ ДАМ ДАЙРЕСИ, Это, У нас, Изофет, Что переводится, СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ, И, Нам приходит, Приглашение, Откуда оно приходит, Точка, Откуда это идет, Начальная точка, Да, Это, У нас, СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ, Поэтому, Добавляем, К нему, Аффикс, ИСХОДНОГО ПАДЕЖА, И так как, Это, Изофет, Он у нас, Соединитель, ЧТИСОНЕ, И получаем, ИСТИХ ДАМ ДАЙРЕСИН ДЕН, ДАВЕТЬ ЕГЕЛЬЁШ, Ну, Думаю, Все понятно, Как мы знаем, В турецком языке, Именно глаголы, Управляют, ПАДЕЖАМИ, И вот, Некоторые глаголы, Которые управляют, ИСХОДНЫМ ПАДЕЖОМ, ЧИКМАК, Выходить, ГЕЛЬМЕК, ХОШЛАНМАК, НРАВИТСЯ, НЕФРЕТЭТМЕК, НЕНАВИДИТЬ, БЫКМАК, НАДОЕСТЬ, УСАНМАК, ТОЖЕ НАДОЕДАТЬ, ФАЙДАЛАНМАК, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЩУПЕЛЕНМЕК, СОМНЕВАТЬСЯ, ПОДОЗРЕВАТЬ, БАСЭТМЕК, ВЕСТИ РЕЧЬ, О ЧЕМ-ТО РАССКАЗЫВАТЬ, УТАНМАК, СЦЫДИТЬСЯ, И вот здесь, например, в таких глаголах, как ЧИК-МАК, ВЫХОДИТЬ, ВЫХОДИТЬ, ОТКУДАТЬ, СОО ПОНЯТНО, ИЛИ ГЕЛЬМЕК, ПРИЕЖАТЬ, ТОЖЕ ОТКУДАТЬ, 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 СПУСКАТЬСЯ, ОТКУДАТЬ, С КАКОЙ-ТОЧКИ, ОТКУДАТЬ, ТОЖЕ ВСЕГДА, ЕСТЬ ТОЧКА, И ДЕСЬ ВСЕПОНЯТНО, В ИСХОДНОМ ПАДИЖЕ ИСПОЛЬЗУЮ, ВОБЩЕ ПРОБЛЕМ НЕТ, НО, ЕСТЬ ТАКИЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ, КОГДА МЫ ПЕРЕВОДИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, НЕ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ОН ИСПОЛЬДИСЯ, В ИСХОДНОМ ПАДИЖЕ, Вот здесь просто разница в логике турецкой и русской грамматики, и не нужно пытаться это понять, для себя может быть какую-то небольшую логику можно отложить в голове, чтобы это помнить, но вообще нужно это запоминать, и с практикой вы просто привыкнете использовать именно в нужном падеже, а в данном случае в исходном, и потом, поверьте, проблем никаких не будет. Ну вот давайте просто несколько глаголов рассмотрим, которые по логике не совпадают в русском и в турецком языке. Например, БЕН КЁПЕКТЕН КОРКЁРУМ. Вот турки говорят, Я БОЮСЬ СОБАК, вот так. В русском получается, Я БОЮСЬ КОГО, да? КОГО БОЮСЬ? СОБАК БОЮСЬ. То есть совсем не исходный падеж. А в турецком языке получается, Я БОЮСЬ ОТ СОБАК. Да, переводится? Ну, вот здесь у нас есть глагол КОРКМАК, КОТОРЫЙ ИМЕННО УПРАВЛЯЕТ, И ОН СЕГДА ИСПОЛЬВАЕТСЯ СО СЛОВАМИ В ИСХОДНОМ ПАТЕЖЕ. Для себя можете ему, как бы, Понимать, может быть, вот страх. То есть страх от чего идет? Моя боязнь от чего? Причиной чего является моя боязнь? От чего, да? БЕН КЁПЕКТЕН КОРКЁРУМ. Или, например, БУ ФИЛИМ ДЕН НЕФРЕТЕДЮШ. Он ненавидит этот фильм. В русском языке ненавидит что? Ну, то есть, ну, совсем не от чего, да? А вот в турецком языке получается Он ненавидит от фильма. Но слово НЕФРЕТ – это НЕНАВИСТЬ. НЕНАВИСТЬ ИСХОДИТ. НЕНАВИСТЬ ИСХОДИТ. Откуда? От фильма. От этого фильма. И вот такая логика в турецком языке. Мы используем глагол НЕФРЕТЕДЮШ Со словами в исходном падеже. Следующее предложение, например, ТЮРК МУТФАЛАН ДАН ХОШЛАНЬЁРУМ. ТЮРК МУТФАЛЫ – это у нас турецкая кухня. И у нас здесь ИЗАФЕТ, да, получается. ТЮРК МУТФАЛЫ. Слово МУТФАК – кухня. Последняя буква КЕ озвончается. Получается ЮМШАК ГЕ. ТЮРК МУТФАЛЫ. ТЮРК МУТФАЛАН ДАН ХОШЛАНЬЁРУМ. Вот смотрите. По-русски получается «Мне нравится турецкая кухня». Опять же, логика. «Мне нравится что?» Ну, совсем не. «Мне нравится от чего?» По турецкой логике, да, получается. Опять же, здесь, если рассмотреть слово ХОШЛАНЬЁРУМ, это слово переводят как «нравится». Но если в суть этого слова войти, то получается «Получаю наслаждение», если правильно его перевести. И вот «Я получаю наслаждение от чего?» То есть тогда все нормально с логикой. Или «Я получаю кайф», «Я получаю…» «Я балдею», да, вот мы говорим «Я балдею от турецкой кухни». И вот тогда все получается. Здесь просто, если правильно поймете логику этого слова, то все становится на свои места. Например, «Букета Плардан Файдаланьёрум». Переводится «Я пользуюсь этими книгами». Опять же, по логике, если в русском языке, я пользуюсь чем? Да, ну, не от чего. А по-турецки получается «Я пользуюсь от этих книг». На самом деле, слово «Файдаланьёрум» правильно перевести «Получаю пользу». И получаем тогда, что «Я получаю пользу из книг». «Букета Плардан Файдаланьёрум». Теперь все у нас нормально. Например, «Щу Адам Дан Шупхеляньёрум». «Щупхелянмек» — это «Сомневаться» или «Подозреваю». Здесь можно перевести как «Я сомневаюсь в этом человеке», или «Я подозреваю этого человека». В любом случае, не на вопрос «От кого» отвечает слово «От человека», да? «Адам Дан». Но, если мы пойдем в суть этого глагола «Щупхеляньёрум», да? «Щупхе» — это «Сомнение» или «Подозрение». И «Щупхеляньмек» значит «Исходит сомнение» или «Исходит подозрение», «Исходит от кого?» То есть, здесь получается «Исходит сомнение от кого?» «От этого человека?» «У меня вот это чувство сомнения, оно возникает от этого человека». Ну, немножко сложно, может быть, и не нужно столько прям вдаваться. Может быть, иногда, как в таких вариантах, легче просто запомнить. И последний пример «О ГЕЗИДЕН БАСЯ ДЮРШ». «Она ведет речь о поездке». «БАСЯ ТМЕКИ» — рассказывать, вести речь о чем-то. В данном примере уловить какую-то логику вообще невозможно, и поэтому здесь просто нужно запоминать, потому что вести речь от кого-то или от чего-то никак нельзя вписать в какую-то логику. Вот бывают и такие примеры. В исходном падеже в турецком языке использование некоторых глаголов, которые не совпадают с нашей логикой, наверное, самое трудное. Все остальное, я так думаю, что легко и понятно. Это просто начальная точка, откуда все начинается, откуда идет действие, откуда что-то двигается. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok